Сегодня мы поговорим о Рюрике. Нет, не об этом Рюрике. И даже не об этом. Вот о ком сегодня пойдет разговор. Ценители мода The New Order или просто ТНО для игры Huts of Iron 4 хорошо знают этого приметного персонажа. Это царь всея Кемерово Рюрик II. На самом деле по сюжету игры это бывший офицер советской армии, который поехал кукухой и взяв власть в Кемерово в свои руки объявил себя царем. Почему авторы мода решили взять в качестве прототипа Николая Крылова я без понятия. Погодите, зато я знаю реальную историю реального Крылова, а его биография не менее интересна чем игрового Рюрика. Николай Александрович родился в маленьком селе Саратовской губернии незадолго до революции в 1903 году в семье сельских учителей. В апреле, в возрасте 16 лет, уже был зачислен в Красную армию по собственному желанию. Участвовал в гражданской войне на Южном фронте и Закавказье. После двух ранений в 1921 году в 19 лет назначен командиром стрелкового батальона и переведен на Дальний Восток. Сражался с белогвардейцами в Забайкалье и Владивостоке. После гражданской войны служил там же на Дальнем Востоке и в 20-х проходил дополнительные курсы. С 1931 по 1936 годы служил на командных и штабных должностях в Благовещенске на русско-китайской границе. В 1938 был командиром отдельной бригады особой краснознаменной Дальневосточной армии, а до 1941 начальником штаба Дунайского укрепленного района в Одессе. После начала войны служил начальником штабов во фронтовых отделах, преимущественно в Крыму. Участник обороны Одессы и Севастополя был тяжело ранен и затем эвакуирован из города на подводной лодке. После недолгого лечения стал начальником 62-й армии, которая вела бои за Сталинград. Почти месяц до прибытия командующего Василия Чуйкова командовал армией. Принимал участие в самих боях в Сталинграде и затем в прорыве блокады Ленинграда. С 1943 был командующим 21-й и 5-й армией Западного фронта, тогда же отличился в боях за Беларусь и Прибалтику. В отличие от игрового Рюрика, Крылов не впадал в депрессию из-за поражения Советского Союза в войне, потому что он победил и за все время войны успел по итогу поучаствовать на Южном, Северокавказском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Западном, Третьем Белорусском и Первом Дальневосточном фронтах. Да-да, на Дальнем Востоке он тоже воевал, с Японией в Манчжурии. 19 апреля 1945 за умелое руководство армии и личное мужество получил звание Героя Советского Союза. Уже через 5 месяцев за успешный разгром противника в Манчжурии 8 сентября 1945 ему было вторично присвоено звание Герой Советского Союза. После войны командовал рядом армий, был депутатом Верховного Совета СССР и заместителем министра обороны Советского Союза. Кстати, войну он окончил в звании генерал-полковника, но в 1962-м получил маршала Советского Союза. Был автором трудов по строительству вооруженных сил и мемуарных произведений. Умер Крылов в 1972-м и был похоронен на Красной площади. На мой взгляд, Крылов это один из тех полководцев, кому не должно быть никаких вопросов. Он лично принимал участие в боях, доблестно воевал ради своей родины и не стремился прыгнуть выше головы. За всю карьеру ни разу не попадал в политические интриги и занимался тем, что ему реально нравилось – военной наукой. Хоть он и не считался маршалом войны, тем не менее был оценен по достоинству и своим трудом дослужился до высшего звания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok